то есть вам вы еще можете я не знаю горы своротить какие конкретно горы хочется своротить или вообще может быть хочется расслабиться сказать муж американец жизнь сделана буду балдеть ну вот как бы первый год когда я приехала я такая была немножко потерянная я была в таком сначала в восторге потом я поняла что вообще-то жизнь совершенно другая первое время как бы чувствуешь себя туристом ну а сейчас я так посчитала что да мне до пенсии еще двадцать пять лет прошлую карьеру значит а главного бухгалтера я сделал за 10 лет так что по идее мне можно еще раз заново начать сделать знаете есть такой анекдот как две бабушки еврейские беседу это говорит слушает какой-то маркс 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 кто это так идут и с ума сошла маркс это же и его весь мир знает это ученые известный экономист экономист как наши цели нет но наши цели старшие то есть вы можете еще их еще вылетел до маркса хорошо хочется вырасти в главного бухгалтера честно говоря нет а чего хочется 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 подвигов хочется или хочется сидеть спокойно чтоб никто не трогал нет мне не хочется чтобы никто не трогал мне хочется но это конечно наверно всем хочется мне хочется чем-то заниматься интересным ну как бы увлекала меня а понятно чем или вот еще не понятно чем любо себя и не нашли еще чем интересно Ну, как бы, я вот смотрела недавно ваше видео «Кто не горит, тот коптит», вот, и тоже вот отталкиваясь от этого, могу сказать, что я точно не хочу, точно не хочу медицину, вот, потому что у нас тут, как бы получается, медсёстры получают очень огромные деньги. Неплохо зарабатывают. Вот, и у меня, значит, у моего мужа там очень много медиков в родне, они такие говорят, чёрт, пошли там, допустим, вот там такие-то курсы медсестры есть, там мне предложили тоже, говорят, там вот есть курсы забора крови, ну, типа, а меня от одной крови, от вида крови, меня просто в дрожь бросает, я не могу видеть ничего. Это вы, на самом деле, просто себя так убедили, как начнёшь, брат, говорю, конечно. Другое дело, что это, как бы, очень низовая такая простенькая работёшка, то есть, если уже делать что-то, то уже надо что-то более серьёзное. Но, может быть, для начала, и это неплохо. Ну, я, как бы, вот, почему-то медицину однозначно не воспринимаю. Ну, хорошо, не воспринимаете дальше чего. Медицину, там, знаете, как бы, когда начнёте, вы там ночные смены будете, и там, конечно, свои... Ну, и опять же, когда новенького берут, его же не возьмут на хороший шифт, правильно? Его возьмут куда-то там. На такую работу, на кто не хочет такой сеньор пойти. Ну, там надо сеньорить, да, расти надо. Да, 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 надо расти. Как в полденечку, видишь, там. Ну, опять же, там, наверное, ухиты какие-то. Минфит хороший. Дальше, чего? Медицину не хотите? Ну, вот, и поэтому решила. Трак-драйвером не хотите? Нет, и поэтому решила долбить вот свою... В то, что... А не было мысли, вот, может, ещё деточку? Ну, была такая мысль, но муж сильно ответственный человек, он... А он постарше, да? Да, ему 49. Ну, да. И он, как бы, побаивается ответственности. Это понятно, конечно, это понятно. Вот. Ну, опять же, это, опять же, надо начинать всё с нуля. И, получается, если сейчас родить, то это в карьере откат будет. Это правда. Года на три. Да. А то и больше. А то и больше. Может быть, конечно, работать можно, но не в полную силу. Ну, да, да, я согласен. И, опять же, я вот, как бы, тоже так думала на эту тему. Я думаю, что американские мужья, вот, как бы, кто там собирается девушке ехать, замуж выходить, они всё-таки любят ровню. Что это значит? Ну, то есть, они ожидают, ну, не то, что ожидают, но я думаю, что они хотят, чтобы женщина тоже, как бы, была партнёром, а не домохозяйка, например. Партнёром в зарабатывании денег или партнёром в чём? Партнёром в жизни. В широком смысле. В широком смысле этого слова. В том числе, ну, как бы, ну, мне, конечно, никто там не говорит, что ты там должна ждать что-то зарабатывать, или ещё что-то. Ну, просто вот, видя вот эту окружающую среду, всё-таки мне бы хотелось быть, ну, как-то вот, на одинаковом уровне, да, чтобы... А муж, ну, он техничен, то есть, он, там, миллионов не зарабатывает, но зарабатывает неплохо. Он зарабатывает неплохо, и вот у него очень, как бы, шифт такой хороший, то есть, у него всегда, он может делать, как бы сказать, у него есть своё время. То есть, он может выйти в любую смену, или как? Нет, он может поехать, он не работает по ночам, он работает днём, и он может поехать, например, начать работать в 10 часов, закончить в 4, может начать в 7 часов, закончить в 2, например. Но он в частном предприятии, не в государственном? Нет. Я не знаю, как он называется. Ну, неважно. Короче, компания, там, длинное такое название. Бог с ним. Ну, я думаю, ну, так, большая компания, которая по всей Америке находится. Всё, отлично, отлично. Вот такая вот. То есть, она, как бы, может, что называется, enjoy life. Да, 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 да. Так, да, да, да. А то, знаешь, как это говорит, без кайфа нет лайфа, хоть face-em-up ты и был. Да, 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 да. Так, ладно, то есть, он, как бы, довольный по жизни. Да, я вот у него спрашиваю, говорю, вот, какого у тебя любимого, то есть, где бы ты хотел жить, вот, твоя мечта. Он говорит, в Калифорнии, то есть, у него вот мечта сбылась практически. Ну, это правда. Он никуда не рвётся, то есть, это самое... А у него свой дом есть, да, или как он? Да. Ну, тогда проще, понимаете, когда ты новенький, и тебе надо купить, и какие цены жуткие, видишь, что творится? Да, да, да. Хорошо, а вот, может быть, вы, оказавшись по эту сторону экрана... Да, первый раз. Да, те ребята, которые вас смотрят со стороны, вот, вы, может, что-нибудь им скажете такое, как уже местная девушка? А то, я, знаете, я всё время показываю каких-то вот новичков совсем, или потом какие-то, может быть, совсем дети бывают, приезжают, вот. А вот вы так уже человек, вроде, ну, с опытом жизненным каким-то, и плюс вы всё-таки там не по лотереи, а там вот как-то ещё. И вы видите, может быть, немножко другую Америку, не такую, как вот молодняк, который там по четыре Чакобан-Бадруме в общагу селится. Значит, что можете сказать вот ребятам? Ну, а такую мне, на какую аудиторию ориентируются? Аудиторию, которые живут, Россия, Украина, Казахстан, они постоянно слышат какие-то странные вещи. На них постоянно сыпятся какие-то там истории, там, американские дети скушали крысу, сейчас вулкан рванёт, ничего не останется. Сейчас там будет какой-то секвестр непонятный, и всем отрежут, не хочется говорить этого слова, но всем отрежут. Вот, или там ещё что-то произойдёт, или вот там, не дай бог, ещё афроамериканцы президентом выберут. Знаете, это же страшные всё вещи. Вот, поэтому вопрос такой вы, как вообще, по части страхов? Ну, я считаю, вот эти все страхи необоснованные. Так. Я ещё, допустим, сравнивая с Россией даже, ну, мою лично, я не могу ничего подсказать, что в любом случае, как бы ни было, вот, какие бы ни были у меня здесь сложности, качество жизни гораздо выше здесь, чем в России. А вот цены, допустим, или доступность чего-то, вот, независимо от цены, но доступность. Не то, что вот так ходишь там и только через витрины смотришь? Нет, такого, конечно, нету, такого, конечно, нету, тут доступность практически всего, что ты хочешь, и я, как бы, не знаю того. Вот меня, допустим, тоже удивляет, да, что я прихожу, например, ну, с покупкой из магазина, и я не могу ребёнку сказать, потому что, ну, там, я не купила что-то, потому что его не было в магазине. Потому что, в принципе, в магазине есть всё. Ну, подожди, а что, в Омске не всё есть в магазине? Ну, допустим, клубники круглый год нету. Чё, прям, даже так? Нет, нет, конечно. А почему нет? Нет, спроса нет? Я думаю, что нереально просто продавать клубнику круглый год. Я думаю, в Москве это, наверное, есть, нет? В Москве её, может, из Европы возили, а в Омске нету, и арбузов круглый год нету, и, ну, так, так, фруктов. Вот так даже. Слушайте, а вот фрукты, там, овощи, которые в Омске, они как-то всё больше местные, или всё больше, там, может, из Китая подвозят, нет? Нет, местные. У нас просто китайцы местные есть в Омске. То есть, на вас там санкции никак не подействуют, потому что и так всё местное? Я думаю, что санкции всё равно подействуют. С точки зрения продуктов? С точки зрения продуктов, ну, вряд ли, наверное. А как подействуют санкции? Санкции подействуют. Ну, я не знаю, правда это или нет. Я тут читаю, как бы, в интернете, что айфоны работать с 1 января не будут, там, или ещё что-то. Я думаю, что... Так это не санкции, это они сами на себя наложили. Ну, сами на себя наложили. Это не американские санкции. Ну, это не американские санкции. Но, как бы, у них круг-то ограничивается, получается, в России, вот этого всего. Ну, знаете, мы когда-то жили, у нас и 10% не было таких возможностей. Ну, да. Ну, как-то ничего, вот выросли, упитанные. Ну, да. Рослые. А я, кстати, никого не агитирую ехать в США. Это личное дело каждого. А мне, знаете, что говорят? Мне говорят, я, говорят, никого не агитирую. Мне, говорит, конечно, он не агитирует. Он говорит, полторы минуты, говорит, смотришь, говорит, как там из окна автомобилю. Говорит, асфальт, дорога, деревья. Вот и агитация, говорит. А он, говорит, не агитирует. А я ещё видела ваше видео, когда вы снимали покупку жилья. Real estate. Open house. Да, да, open house. Тоже очень интересно. А интересно, да? Да, интересно. Я, например, заметил, что ребятам нравится. Больше того, я сначала думал, что нравится смотреть дешёвые. Самые дешёвые уже дешёвле нет. И люди говорят, надо же, там полмиллиона вообще смотреть не на что. А потом я стал показывать, там, за три миллиона. Говорит, о-о-о. Понимаешь, то есть, оказывается, вот отношение к дорогим лучше, чем к дешёвым. Ну, так это всегда лучше быть богатым и здоровым, чем дедным и больным. Ну, просто дорогой, ну, как в прикладном плане, купить за три миллиона, там, допустим. Нет, а мне понравилось даже, вот вы делали в Сан-Хосе, по-моему, в Сан-Хосе, какой-то домик, даже не домик, а апартмент. Да. Вот. Мне очень понравился. Я вот такая, просто тоже так присматриваюсь. И он там был вроде дешёвый. Да. Но он сейчас, наверное, уже вдвое стоит, потому что там он был на паркложер, а с тех пор цены выросли. И паркложеров больше не осталось. То есть он там был, может быть, там за 200. Да, да, да. А там какая-то цена была удивительная вообще. Да, сейчас он, наверное, стоит там 600, может, такое. 600, ну, это тоже немного. Ну, не знаю, 500, может быть, стоит, да. Ну, это тоже как бы приличное. Ну, у вас же есть же ничего. Ну, есть, да. Мы не жалуемся. Ну, так что? Значит, ребятам мы говорим, что страшного ничего нету. А вот медицина у нас, как тут вообще? Медицина, я могу сказать, тяжёлый случай. Так, давайте. Ну, потому что, как бы нам тут... Вот, кстати, кто собирается ехать в Америку, срочно, значит, чините себе зубы, проходите медосмотр общий, чтобы знать... То есть здесь дороже. Потому что здесь это всё дороже. И, допустим, мы, допустим, у меня своей страховки нету на работе, вот. И мы, как бы, все четверо в страховку мужа записываем. И нам не хватает. Вы не сказали, что за работа у вас? Я работаю в огромной сети магазинов. Называется Таргет. В Таргете. Что делаете? Ну, в Sales Floor Association. Хорошо. Значит, вы чем торгуете-то? Всем. Ну, я работаю в продуктовом департнете. А что, в Таргете продукты есть? Да, конечно. Даже не знал. Ну, у вас есть там какой-нибудь дискаунт? Конечно. Какой? Какой? 10%. Что, всего? Да. А можно там на работе, вот идешь там в продуктовом департнете, раз и яблочко съел, раз и огурчик съел. Нет. Раз, открыл там баночку огурчиков кошерных. Нет. Скушал. Нет такого? Нет такого нет. У нас покупатели такое делают постоянно. Подъедают. Да, то есть они берут, открывают там напитки, пьют, потом бросают их. То есть он ходит с тележкой, как будто он сейчас на кассу идет. Да. А сам где-то выкидывают. Ну, это в основном делают черные. Я вот заметила, это за черными белые. Вот у нас как бы находится, я работаю в Колме. И рядом находится Сан-Франциско. То есть люди из Сан-Франциско приезжают в Колму, потому что там, ну, как бы, парковка очень хорошая. Это вы не там, где Норстромрек, на этой классе? Рядом. Рядом. И вот там, как бы, тоже покупатели делятся прям на низший класс. И на таких, я так понимаю, что это какая-то образованная элита. Ну, и, конечно, вот эти вот, которые живут на Акбелферах, вот так делают. Хорошо. Вообще, для меня Колма – это кладбищенское место. То есть там со всех сторон кладбищ разных конфессий. Я еще удивляюсь, там еще люди где-то живут, там еще и для них место есть. Ну, вообще, там кладбище на кладбище на кладбище, и там очень интересно.